Агентство Республики Казахстан Агентство Республики Казахстан Агентство Республики Казахстан Он положительно оценил работу региона по предупреждению коррупции и созданию благоприятных условий для граждан, отметив важность внедрения сервисной модели в каждом селе области. В соответствии с принципом слышащего государства, председатель агентства в режиме онлайн принял жителей города Нур-Султан и Западно-Казахстанской области и дал соответствующие поручения по их жалобам. На интернет-портале «Открытый диалог» состоялась интернет-конференция с участием заместителя председателя агентства Дмитрия Малахова. Под председательством Акима Павлодарской области Абулкаира Скакова состоялось заседание областной комиссии по противодействию коррупции. На заседании обсуждались вопросы профилактики коррупции в сфере сельского хозяйства и деятельности Ертес Адал-Дхалага, по итогам которого Аким дал ряд поручений. В целях пропаганды, идеологии добропорядочности и формирования антикоррупционной культуры, директор Департамента добропорядочности Ганежан Асанула и руководитель информационно-просветительского штаба при агентстве Розату Сунзада посетили южные регионы. Представители агентства приняли участие в совещаниях под председательством Акима города Шимкент Мурата Айтенова, Акима Туркестанской области Умирзака Шукеева и Акима Казаладинской области Гушары Абдакаликовой Встретились с активами города и районов, трудовыми коллективами государственных органов, ассоциации деловых женщин. В ходе визита посетили ряд социальных объектов, приняли участие в открытии сервисных акиматов от Рарского района Туркестанской области, Садаринского и Жанакурганского районов Казлардинской области. По инициативе агентства во всех регионах страны открываются сервисные акиматы для обеспечения открытости и доступности государственных учреждений, быстрого и качественного обслуживания граждан. На этой неделе такие сервисные акиматы были открыты в Махамбетском районе Отравской области, в Касталовском районе Западно-Казахстанской области, в Весельском районе Северо-Казахстанской области и в Успенском районе Паладарской области. Также работа сервисного типа внедряется в центральных государственных органах. В частности, с участием Акима Акмолинской области и Ермека Маржикпаева в Курчатау открылся сервисный центр вооруженной силы Адал-Дагалана. А Управление государственных доходов Янбиши Казахского района города Шымкент в рамках проекта Министерства финансов Адал-Дагалана перешло в формат Open Space. На площадке агентства в рамках проекта Anticore Life состоялись онлайн-интервью в прямом эфире с участием серебряного призера Олимпийских игр Серии Кахмана Акпаева, республиканского координатора проекта общественной контроли Саиды Талкиловой и руководителя Адал-Дагалана Министерства культуры и спорта Марата Камзолдаева. Всего во всех территориальных департаментах проведено 154 прямых эфира с участием 138 внешних экспертов-спикеров и представителей различных отраслей. Также в рамках проекта Anticore News состоялся онлайн-брифинг о начале научной антикоррупционной экспертизы с участием ответственных сотрудников агентства и заместителя руководителя республиканской специальной мониторинговой группы Завреж Баталовой и представителей Казахского национального университета. В рамках проекта агентства Адал-Комек, предоставляющего бесплатную правовую помощь, в территориальных антикор-центрах проведено около 350 прямых эфиров с охватом около 183 тысяч человек. Организовано 12 встреч, опубликовано 21 разъяснительных видеоролика. Руководитель проекта адвокат Айман Умарова дала специальные правовые консультации о порядке обращения в правоохранительные органы. Если вам стало известно о фактах коррупции, просим вас обратиться в колл-центр агентства по номеру 1424. Уважаемые зрители, вы ознакомились с недельными итогами работы агентства и его территориальных департаментов с 26 по 30 октября. Специальный выпуск новостей будет опубликован на официальном сайте и на аккаунтах агентства в социальных сетях, указанных на экране. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok